всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл гейм и сегодня мы играем в финалочку на сервис хриплей первый сервис кирилл под буль не забывайте вводить мой ник при эстрации так сегодня будет очень даже интересный видосик годненький стараюсь сделать ходы контент большое спасибо вам за поддержку за ваши лайки просто надеюсь так будет продолжаться и дальше ну и не забывайте подписываться ну и надеюсь на ваши любимые мои лайки короче поэтому ставьте лайки ну и короче погнали итак сегодня у нас будет видео посвящено рыбалке я узнал новую информацию насчет рыбалки да и вообще хочу затронуть эту тему потому что мало кто из ютуберов снимает про это видео поэтому погнали так первое чем я хочу рассказать о том что в багажник теперь можно уложить рыбу сейчас я покажу это как выглядит короче подходе к багажнику открывайте через дом под багажник подходите пишите это меню и сможете состояние и сюда можно положить рыбу сколько угодно рыбы можно положить для чего это вообще нужно объясню вам для чего это будет вам нужно максимально можно с собой носить 100 рыбы то есть можно свить максим 100 килограмм рыбы и больше вам не получится словить нужно будет либо ехать и продавать ну либо положить можно багажник поэтому для этого сделан багажник сюда можно положить рыбу и продолжать дальше увидеть эту рыбу короче поэтому удобная тема что рыбу тер можно жить багажник также кстати группе было голосование по поводу рыбалки типа понравилось вот вам эта система и многие просили за то что типа там было понравилось либо еще не пробовал и просто очень много людей больше чем половина людей не пробовал рыбалку на самом деле зря потому что реально интересный прикольная тема вот я вот рыбачил мне очень нравится хотя в жизни вообще рыбалку не люблю и блин это очень интересно пацаны и довольно таки много денег вы не потратите но зато это интересно и вы тем самым будете скилл качать и потом ловить больше рыбы ее можно как бы продавать но об этом чуть позже сейчас вам как объясню что вам в первую очередь нужно для того чтобы рыбачить я снимал кстати подробное видео про рыбалку ссылка на него будет в описании можете посмотреть там я все подробно рассказал и так что вам нужно это вам нужно приехать в ближайшие 24 на 7 купить удочку кстати ближайшие 24 на 7 это именно наш семейный он находится на рублевке вот вот причал находится где вот находится наш 24 на 7 вы здесь можете закупаться или что это наш семейный бизнес а в gps находится эта тема короче общественные места и вот здесь будет пирс предпоследний причал для ловли рыбы и здесь вы можете в принципе ловить рыбу так погнали короче зайдем магазин покажу вам что к чему и так вот вы заходите в магазин и вам нужно первую очередь купить удочку вот самый дешёвая удочка 5 тыс стоит и нужно купить наживку чтобы как бы рыба на что клевать будет на наживку все правильно я вообще узнал чтобы была доступна вот эта удочка нужно скачать 10 скилл рыбака как бы до 10 security нужно рыбака в качать и будет доступна вот эта удочка она будет прочнее можно будет ловить большую рыбу реальная и как бы больше килограмм скорее всего. Свой скилл можно посмотреть, вот, как такой команда, пишите фиш, потом статистика ловли, у меня, короче, третий скилл, мне до четвертого осталось совсем немножко, 14 рыб словить нужно. Словил я, в общем, 363 килограмма, с собой у меня есть 14 килограмм, готовая рыба, я не знаю, где ее можно готовить, я вот честно, этого даже не знаю, как бы, да. Я вот буду качать скилл, да, конечно, до десятого, блин, это будет очень долго качаться, но было бы, на самом деле, неплохо. Так, у меня удочка есть, я вот на самом деле даже этого не знаю, так, пробуем купить. А, да, у меня удочка была сломана, окей, все, я купил удочку, теперь можно ехать рыбачить. Вот, короче, этот пирс, где находится, вот он. Здесь бывает много людей, сейчас здесь что-то вообще никого нету, значит, нам никто мешать, кстати, не будет, это хорошо. Это реально хорошо, что нам никто даже мешать не будет, поэтому мы здесь будем в принципе одни. Но я видел, здесь чуваки уезжали, наверное, продавать, поехали, либо еще что-то. Короче, подбегаем сюда и пишем команду фиш и начать рыбалку. У меня нету наживки, замечательно. Так, все, я закупился, пишем команду фиш и начать рыбалку в принципе. И ждем, пока у нас будет клевать рыба. Так, вот, нажимаем С, потом Н. Ну, клавиши здесь у нас показываются, в принципе, как бы да, может приводить здесь кудочка ломаться, если вы не будете неправильно клавишу нажимать. Поэтому советую вам. Так, вот мы составили 2,2 килограмма горбуша, короче. И просто ждем дальше, пока обратно будет рыба кливать. Так, вот обратно клюет рыба, в принципе, так. ПКМ, Н, ПКМ. Просто, видите, тут шкала есть, и надо, чтобы она заполнилась. Поэтому мы просто ловим рыбу. И 3,1 килограмма мы словили. Просто заебись. Так, вот, снова нажимаем У, ПКМ, колесико, колесико, колесико. Что-то подлагало. Да, видите, подлагало что-то. Ну, реально, блин, что-то, кстати, не лагало. Можно прописать FPS лимит 90. Мне это, на самом деле, помогает. Потому что сам себе лагает, на самом деле. И за сколько она там... Ну, все равно норм. Все равно норм. Чувак купил ланцер за 750 тысяч. В принципе, нормально, я думаю. Так, снова начинается. Так, окей, окей, окей. Так, теперь вот сюда. Блин, на самом деле, надо быстро все нажимать. На самом деле, да. Так, ПКМ, У, Н, У. Все, вытянули. 1,4 килограмма. Бывает, тут это я с панелью затупаю. Именно из-за того, что серый лагает. Ну, я вот утром пробовал. И, по-моему, ночью вообще не лагает. Поэтому советую в такое время делать. Днем при большом онлайне, на самом деле. Вот сейчас 300 лан и немного подлагивает. Поэтому советую вам в такое более нормальное время суток. Там утром, либо часов 11 вечера не будет вообще лагать. Так, вот нам обратно. Ага, нумпад, нумпад. Ага. Энт, ага. Надо все быстро нажимать, короче. Ну, давай, ёпта. Так, окей. Колесико, С. Все, вытянули 2,4. Это вообще заебись. Не важно, что полностью шкала, короче, дошла. Но по-разному бывает. Но, видите, у меня уже 4 раза подряд, думаю, я сливил, да. Фиш, статистика. Еще, наверное, здесь 4, бокс, смотрите, будет 4-й скилл у меня. Просто замечательно. Так, обратно сразу рыба у нас попадает. Так, окей, окей. Также может удочка ломаться, если будете неправильно часто нажимать. Поэтому будьте лучше аккуратнее, на самом деле. Так. Есть 2,4. Просто замечательно. Блин, я щуку хочу вытянуть, реально. Вот, кстати, напишите, какой у вас скилл. Вот, серьезно, без наеба. Напишите в комментариях, какой у вас скилл рыбака. Вот, серьезно, напишите, и сколько вы килограмм уже рыбы сливили. Мне будет реально интересно почитать. Кто-то уже смог вкачать хотя бы 10-й уровень рыбака. Мне реально будет интересно это узнать. Поэтому пишите, только честно, какой у вас скилл рыбака на аккаунте. Так, снова рыба у нас ловится. Окей, так. Ага. Ага, ага. Ага. Блин, это те затупы, конечно, это немного бесит. Ну, я вроде бы как успеваю это все делать. Колесико. Все, словили 1.6. Ну, блин, на самом деле легко скилл качать. Я не скажу, что я каждый день здесь рыбачу. Там бывает, ну, полчасика. В неделю, боже, два раза по полчасика прихожу порыбачить. А так именно каждый день не сижу. Я знаю чувака, который там дохера сливил рыбу и, короче, за лям продал ее. Он там, ну, наверное, два дня где-то ловил, там, 3000 килограмм, либо меньше, либо больше. Точно, я не помню сколько. И, короче, он за лям продал эту рыбу. Ну, короче, поднялся пацан, реально. Реально поднялся. Поэтому, блин, это реально выгодно. Просто нужно уметь, реально, нужно притрочиться, уметь. Не косячить, как я только что не ту клавишу нажал, и у меня рыба съебалась. Так, давай рыбка ловись. Большая и маленькая. Давай-давай, родная. ПКМ-Н. Колесико. С. ПКМ-Н. Н. Есть, достал 2.7. Блин, нормально вообще. Может, сейчас я вкачаю, в принципе, четвертый скилл при вас. Так, снова пробуем. С. У. Н. Я даже на кнопки, на самом деле, не смотрю. Просто я уже запомнил, какая клавиша. И можно спокойно так рыбу ловить. На самом-то деле. Есть, я сливил 4.8 килограмм, но у меня закончилась наживка, в принципе. Но я думаю, так вам все понятно, поэтому давайте поедем, я покажу, как ее продать. Ну, а скилл я уже вкачаю сам, в принципе, вне серии. Итак, теперь нам нужно продать машину. Мы пишем GPS. Потом общественные места. Самые низкие вставим. И здесь будет рынок. И именно туда нам, в принципе, нужно ехать, чтобы продать нашу рыбку. Вот мы, короче, подъехали. Вот здесь находится, вот, продажа рыбы. Рынок, так сказать. Пользовая Ч. Так, все, останавливаемся здесь. Итак, хочу кое-что еще объяснить для вас, чтобы вам было выгодно эту рыбу продавать. Смотрите, заходите сюда. Здесь есть информация о ценах. И смотрите, текущая цена продажи рыбы. Каждый ПД, по-моему, вот эта цена будет меняться. Дождитесь, когда будет хотя бы 600, там, 500. Потому что выгодно продавать, когда за килограмм, там, 650 рублей и так далее. Поэтому внимательно смотрите, какой здесь, в принципе, будет цена какая. Потому что постоянно цена меняется. И будет выгоднее вам продать, если цена будет в два раза дороже, то есть 600 рублей. Поэтому обязательно за этим смотрите. Я сейчас продам чисто, чтобы вам показать. Также можно ее купить, эту рыбу, но покупать ее смысла никакого нет. Вы в плюс вообще не уйдете, я так подумал. Потому что надо ждать, как бы, ПД был. Поэтому ждите, пока будет цена нормальная за продажу рыбы. Чтобы подсесть, сколько у вас килограмм, пишите также фиш, статистика. Вот пишется, 35 килограмм у нас. Потом мы подходим. Сейчас 35 килограмм продадим, в принципе, продать рыбу. 35 килограмм, в принципе, да. Нам дали всего лишь 9 тысяч. Ну, конечно, такой себе, на самом деле. Но сейчас попробуем 100 килограмм продать. Просто сейчас цена просто продажи рыбы очень маленькая. Поэтому мне сейчас невыгодно ее продавать. Но я вам просто покажу для вас, как пример. А вы лучше ждите, пока будет цена за продажу рыбы, как бы, дороже. Так, взять рыба 100 килограмм. В вашем люсаке нет столько места. Так, фиш. Что-то, а что мне там нет места? Ага. Так у меня тоже считается. Ну ладно, окей. Сейчас мы тогда возьмем 99 килограмм. 99. Все. Так, ну и подаем ее. Что, продать рыбу? 99 килограмм. 28 тысяч, пацаны. Тоже неплохие деньги, я вам скажу. Но лучше ждать, пока будет цена более-менее большая. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я, на самом деле, думал поснимать такие серии про будни рыбака. Но особо снимать здесь нечего. Поэтому просто поставьте лайк. Если хотите еще какие-то серии по поводу рыбалки, то пишите в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok